Пряжа, спицы и буквально вчера связанная шапочка или пара носков. Картина родом из детства, когда-то точно вязали наши бабушки. Вязали свитера, носки и головные уборы, которые каждый упорно не хотел надевать. Но современная мода теперь может заступиться за всех бабушек разом. Сегодня вязаные изделия из шерсти, а уж тем более домашнего производства, настоящий тренд. Сейчас немножко сдвинулись границы, потому что вязание стало настолько популярным, настолько распространенным занятием, что даже если раньше это считалось бабушкиным такое хобби, бабушки сидели, вязали носочки. Сейчас это все модно, современно. Начиная от мамочек, которые хотят, чтобы их дети ходили красивыми и тепло одетыми, заканчивая студентов, которые хотят выглядеть модно. Еще 10 лет назад выбор как готовых вязаных изделий, так и из сырья, которых рукодельницы могли бы изготовить эксклюзивное шерстяное изделие, был ограничен. Сегодня в каждом магазине можно найти десятки модных шапочек, вырослое количество и качество, предлагаемые на рынке пряжи. И тут важно знать, если вы решили заняться вязанием или заказать у мастера изготовление свитера мечты, стоит обратить внимание на сырье зарубежного производства. Оно до сих пор остается лидером на рынке. Используемое сырье наилучшего качества, то есть в составе альпака, мерино, шелк. То, что мы не можем встретить, допустим, в производителе российского производства. Пряжа ручного крашения, уругвайская. То есть мы ее везем очень издалека. Там каждую пасму окрашивает вручную. Из лучших пород овец. Соответственно, вы берете эту пряжу и получаете неизгладимое впечатление. Именно шерстяная нитка, она всегда была показателем качества, показателем стабильности, дороговизны и так далее. Если мы даже будем говорить про времена, ну, условно, до начала военные, после революционные, то именно так и можно было отличить, знать. Потому что они всегда ходили в хорошем качестве ткани, а уже люди более бедные ходили совершенно в другом качестве. Шерстяная нить была и остается показателем достатка. Она же обязательна атрибут зимнего гардероба. Вязаные изделия, в том числе и массивные, сегодня на пике моды. При этом, несмотря на свою популярность и актуальность, такие предметы гардероба сегодня доступны широкому кругу потребителей. Сейчас промышленное производство стало настолько объемным и масштабным, что вязаные вещи у нас в режиме, так скажем, массового производства вполне есть. И мы можем всегда свитер приобрести в любом магазине масс-маркета. Но здесь мы не будем говорить об индивидуальности. Вот зачем сейчас многие модники гоняются, это как раз-таки за индивидуальностью, чтобы как-то выделиться, чтобы не быть похожими, как все. И поэтому этот маркет, это как раз-таки возможность приобрести вещь, которая, скорее всего, будет в единственном экземпляре, она будет индивидуальная и создать для себя образ, в котором вы будете в единичном формате. Если вы решили разнообразить свой гардероб, парой вязаных вещей вы можете пойти несколькими путями. Приобрести вязаные изделия в любом магазине масс-маркета. В этом случае вы сможете сделать выбор из сотен предложений и существенно сэкономить на покупке. Если вы желаете приобрести эксклюзивную вещь, то должны помнить, что она обойдется вам гораздо дороже. И вполне возможно, ее появление на свет вам придется ждать не один день. Хотя в Самаре сегодня работают десятки домашних мастерских по изготовлению вязаных вещей. Порадовать покупателя готовым ассортиментом они, как правило, не могут. Такие мастера делают вязаные вещи и аксессуары на заказ. У этого, кстати, есть свои плюсы. Во-первых, на выходе вы получаете изделия, точно соответствующие вашему размеру. Во-вторых, второго такого шарфика или свитера ни на одной городской улице вы точно не увидите. Они будут абсолютно эксклюзивны. И, что самое главное, натурально, поскольку мастерские используют в своей работе только натуральную и качественную пряжу. Вот я, например, в свои носки всегда ввязываю козий пуп. В основном. Ну, конечно, бывает и кидмахер ввязываю, бывает и ввязываю ангору. Но это дороговато, конечно. А вот козий пуп, я думаю, что он вообще для того, чтобы ноги были теплые, это вообще незаимно. Для тех, кто решит отвернуться от масс-маркета и приглядеться к домашним мастерским, еще один совет. Как оказалось, самое большое количество мастеров и студий по изготовлению вязаных изделий базируется именно в областной столице. Отыскать их в погоне за модными вещами можно не менее модным способом в инстаграм или в социальных сетях. А вот если вам захочется связать свитер мечты самостоятельно, тогда следует отправляться в Тольятти. Сегодня именно тут осело наибольшее количество продавцов всевозможного инвентаря для вязания пряжи и даже появились ее местные производители.